МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На круглосуточном информационном канале Брянская губерния программа события в студии Оксаны Измерова. Здравствуйте. Сегодня выпуски. Сотни прихожан в храме, тысячи телезрителей у экранов. В ночь с 6 на 7 января православные христиане отметили один из великих праздников – Рождество Христово. Время от звезды и до воды – так в старину говорили про святки. Обильные и беззаботные дни от Рождества до хрещения продолжаются и в Брянской области. На обычном автомобиле в стандартной комплектации. Брянский гонщик Владислав Покровский стал самым быстрым на представительном турнире по ралли-рейду в Калуге. Спонсор программы событий – общество с ограниченной ответственностью «Солнечный», представляющая квартира от завода «ЖБИ-3». Пока у всех кризис. Мы продолжаем строить по новым стандартам качества при неизменной цене. От 28 тысяч рублей за квадратный метр. Советский район. ЖК «Солнечный». Фокина – 113. 67-50-55. ОО «Солнечный» и ОО «Завод ЖБИ-3». Проектная декларация на сайте солнечный32.ру. Пик морозов на территории Брянской области миновал. Синоптики обещают, что в ближайшие дни столбик термометра поползет вверх. Между тем, на федеральных трассах в нашем регионе открыты пункты обогрева. Сделано это в связи с ухудшением погодных условий по решению начальника Главного управления МЧС России Паврианской области полковника Вадима Уваркина. Пункты обогрева размещены в Новозыпковском и Навлинском районах. В случае затруднения движения, образования автомобильных заторов, здесь водители и пассажиры могут обогреться, отдохнуть, выпить горячего чаю и подзарядить мобильные телефоны. Также в пунктах обогрева имеются автомобили повышенной проходимости с буксировочными тросами, что позволит при необходимости оказать помощь водителям. Есть в пунктах обогрева также радиостанции, работающие в сети водителей-дальнобойщиков, что позволяет мониторить ситуацию и своевременно оказывать им помощь. Имеются также палатки для приема пищи и оказания первой медицинской помощи. В ночь с 6 на 7 января православные христиане отметили один из великих праздников – Рождество Христово. Божественную литургию в главном храме Брянска – Свято-Троицком кафедральном соборе возглавил митрополит Брянский Севский Александр. В прямом эфире богослужение транслировалось на нашем телеканале. Продолжит тему Артемий Маркелов. Крепкий мороз в рождественскую ночь нисколько не смутил верующих, и кафедральный собор был полон, как и в любой великий праздник. Несколько сотен человек молились на божественной литургии, которую совершил митрополит Брянский Севский Александр. По традиции, берущей начало с первых веков христианства, на богослужение присутствовали и светские власти. Заместители губернатора, руководители областного парламента и депутат Государственной Думы Валентина Миронова. Еще одной доброй традицией празднования Рождества Христова в нашей области, вот уже несколько лет, является прямая трансляция богослужения на телеканале «Брянская губерния». Несколько телеоператоров, звукорежиссер, режиссеры, инженеры и комментаторы работали в эту ночь для тех, кто не смог по каким-то причинам посетить храм, но желал молитвенно созерцать это торжественное богослужение. В этот важнейший для каждого христианина праздник было особенно много причастников. Верующие заранее подготовились к участию в главном таинстве церкви – причащению. Многие соблюдали рождественский пост, который начался еще 28 ноября и закончился 6 января. Дорогие братья и сестры, поздравляю с праздником светлого, радостного праздника Рождества Христова. И пусть Господь наполнит тихой небесной радостью наши верующие сердца. И пусть эта радость всегда пребывает с вами, особенно в минуты болезней, скорбей, трудностей и испытаний. По окончании богослужения митрополит Александр поблагодарил светские власти за помощь в восстановлении и строительстве храмов и преподнес на молитвенную память председателю облдумы Владимиру Попкову икону праздника. В свою очередь предстоятель Брянской митрополии получил в дар от спикера букет белых роз и картину. Во все века наши предки, благодаря вере, отстояли целостность нашей России. Сохранили все для того, чтобы мы с вами жили и шли вперед. Все дети, молившиеся за ночную литургию, получили рождественские сладкие подарки. Артемий Маркелов, Александр Егоров, Максим Кузнецов, Евгений Седачев, Владимир Сидоров. События. Брянск. Губернатор Брянской области принял участие в праздничном богослужении в канун Рождества Христова в Петропавловском кафедральном соборе города Клинцы. Сотни верующих пришли в храм в преддверии одного из самых значимых церковных празднеств. Собираться в храме люди стали еще за час до полуночи. Займищие стадол, 1 мая и гулевка. Прихожане ехали со всей округи, ставили свечи, подавали записочки. Мороз в минус 27 не смущал. Рождество Христово – это праздник равный Пасхе. А потому храм во имя апостолов Петра и Павла вместил всех желающих. Святитель Василий Великий говорил, что праздник от праздника раз в Суицевославе, то есть разный по славе своей. И вот Пасха для нас как солнце, Рождество как луна. В этот момент приходит Спаситель в мир и собой мир освящает. Он приходит смиренно в этот мир, являя и нам образец смирения, послушания нашему небесному Отцу Богу. Три с половиной года этот храм – кафедральный собор епархии Клинцовской и Трубчевской. Почти четверть века протоиерей Василий Воликов служит здесь, знает клинчам лично. Вот и Татьяну Мельяновскую. Когда-то в храм ее привело онкозаболевание. Сейчас, говорит, и вера, и духовные силы, и надежда на исцеление – все во власти Божией. И настоятелю Василию благодарна. Он говорит проповеди, ты стоишь, у тебя просто текут слезы, понимаете? Это ведь не каждому данному священнику. Ты просто вот стоишь, и ты чувствуешь, что душа-то очищается, понимаете? И потом здесь очень много икон. У нас вот есть икона Сафона, все царица. Во всех храмах митрополии в рождественскую ночь проходит богослужение. Здесь горят все подсвечники. Паникадила – архиерейский хор под управлением регента Светланы Ивановой – исполняет словословие. Святой! Песня! Совершил праздничное всеночное бдение в главном городском храме епископ Клинцовский Трубчевский Владимир. Среди гостей уже второй раз губернатор Александр Богомаз, депутаты областной думы, руководители района и города. Желали друг другу мира, любви, надежды. А вот к еще одной надежде – Лукашевой. Еще до службы подошел батюшка, поздравил. Оказалось, что она родилась в ночь с 6 на 7 января. Говорит, счастливый знак. Я верую в Бога и понимаю, что это человек, рожденный в День Сочельников. Оно многое значит. Я считаю, что я благодарна Господу Богу за то, что я родилась в этот день. В небо звездом служащие, звездою учауся. Для губернатора вера и духовность не просто слова. Здесь он с женой Ольгой, сыновья на Всеночной в Стародубском районе. В селе Гринево семья Богомаза восстановила храм Святой Троицы. В километре от центра Клинцов растет новый кафедральный собор. В этом году будет достроена главная церковь Свенского монастыря. Дорогой Александр Васильевич, ваше служение представляет собой служение жертвенное. Потому что вы отдаете всего себя самого. Позвольте мне преподнести икону Великого Святителя вам в помощь в вашем многотрудном делу. С праздником, Александр Васильевич, всех вас, всех ваших сотрудников. Служба закончилась в третьем часу ночи. В храме было жарко, да и на улице потеплело. Пошел снег. Дорогие земляки, я поздравляю с этим прекрасным праздником. Всем желаю вам здоровья, вам, вашим родным, близким, чтобы всегда в ваших домах был мир, спокойствие, радость. Ну и, конечно, веры вам и уверенности. Мария Сергеенко, Иван Зюрев, события Клинцы. В рождественскую ночь сотрудники МЧС развернули полевую кухню возле Кафедрального собора во имя Святой Троицы города Брянска. Сюда на праздничное богослужение традиционно собирается наибольшее количество горожан. Всех прихожан, гостей и жителей Брянска, сотрудники Главного управления МЧС России по Брянской области были готовы угостить вкусным горячим чаем и гречневой кашей. На свежем воздухе это простая, но вкусная еда неизменно пользуется популярностью. Брянцы за время новогодних праздников уже неоднократно посетили полевые кухни в местах массовых мероприятий новогоднего города. Чай и кашу спасатели оценили и малыши, и взрослые. Сотрудники Главного управления и подчиненных подразделений обеспечивали безопасность проведения массовых рождественских мероприятий на территории всей области. Зранее были проведены инструктажи проверки пожарной безопасности. Новогодние праздники в Брянске не обошлись без нарушений правил дорожного движения. Некоторые решили съехать за рулем в состоянии опьянения. Госавтоинспекторы оформили 5 пьяных водителей в Брянске, а по области 60. Отказались от медосвидетельствования 15 человек. 10 водителей забыли дома документы. В целом сотрудники ГИБДД зафиксировали в областном центре 10 аварий с участием автомобилей в период с 1 по 8 января. Одна из них закончилась трагически. На пешеходов оформлено более 100 протоколов за нарушение правил дорожного движения. После новогодних каникул эстафету ДТП открыли два авто, столкнувшихся на улице Костачева. Авария произошла около 8 утра. В целом новогодние праздники на Брянщине обошлись без серьезных происшествий. Сотрудники регионального управления МЧС без работы, конечно, не остались, но профилактическая работа сделала свое дело. Количество пожаров, дорожных аварий и погибших в них людей по сравнению с прошлым годом заметно снизилось. Так, зафиксировано 44 возгорания разного рода. Силами спасателей ликвидировано 16 ДТП. Погибли 4 человека. При этом заторов на дорогах в связи с резким похолоданием и чрезвычайных происшествий среди рыбаков удалось избежать. К проведению праздничных мероприятий мы заблаговременно готовились. С 25 декабря Главное управление и подчиненное подразделение функционируют в режиме повышенной готовности. Решением губернатора также территориальная подсистема РСЧС была приведена состояние также повышенной готовности. Особое внимание было уделено местам проведения массовых мероприятий, в том числе и в школьных, детских, дошкольных учреждениях, ну и на объектах празднования рождественских мероприятий. В этом году оперативная обстановка была относительно спокойной и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года мы наблюдаем положительную динамику как по пожарам, так и по дорожно-транспортным происшествиям, ну и другим происшествиям, которые возникали у нас на территории Брянской области. Около 200 детей родилось в новогодние каникулы в Брянской области. Первым ребенком, появившимся на свет в регионе в 2017 году, стала девочка. А за все новогодние каникулы в области родились 93 девочки и ровно на 10 меньше мальчиков. Треть младенцев свой первый Новый год отметили в роддомах города Брянска. А вот новогодняя ночь в 2016 году была более плодовитой, нежели нынешняя – 4 мальчика и 1 девочка. Первая в этом году ощутила радость материнства молодая мама из областного центра. Крошечная Полина появилась на свет в городском роддоме номер 2 через 5 минут после боя курантов. Девочек и в этом году за каникулы снова родилось больше, чем мальчиков. Чаще всего называют своих чад Степанами, Матвеями, Полинами и Варварами. Телеканал «Брянская губерния» желает малышам и их родителям крепкого здоровья и счастливого Нового года. Во время новогодних каникул все службы Брянской области осуществляли работу в штатном режиме. По поручению губернатора Александра Богомаза, деятельность курируемых служб контролировали все его заместители. Им отдыхать не пришлось. Все каникулы были насыщены рабочими поездками. В дни зимних каникул губернатор Александр Богомаз провел рабочее совещание в Стародубском районе. Основной темой разговора стало подведение итогов минувшего года и постановка основных задач на 2017-й. Губернатор акцентировал внимание на том, чтобы каждый руководитель четко знал, что и как нужно сделать для того, чтобы результаты были еще лучше. Заместитель губернатора Юрий Филипенко провел рабочее совещание в Почебском районе. Обсуждались параметры бюджета. Юрий Филипенко отметил, что следует приложить все усилия по завершению работ, связанных с оформлением собственность невостребованных земель и введению в оборот заброшенных сельхозугодий. В дни зимних каникул Погарский район посетила заместитель губернатора Галина Петушкова, куратор района. Цель рабочей поездки – анализ работы спортивных площадок и хоккейных кортов, с подготовкой которых к новогодним праздникам погарцы опаздывали. В Новозыпкове побывал заместитель губернатора Юрий Макренко. Он посетил места массового отдыха жителей одного из крупнейших районных центров Брянской области. От имени губернатора Юрий Макренко поздравил юных жителей Новозыпкова с праздниками. В физкультурно-спортивном клубе инвалидов «Пересвет» состоялись соревнования по настольному теннису между сотрудниками Брянской городской администрации и спортсменами клуба «Пересвет». Поздравил участников с новогодними праздниками заместитель губернатора Александр Коробко. Он же побывал в Дядьковском районе. Он посетил приют для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, где поздравил ребят с Новым годом и вручил им подарки. Александр Коробко посетил стационарное отделение временного проживания пожилых людей и инвалидов комплексного центра социального обслуживания населения Стародубского района. Он поздравил жильцов с Новым годом, вручил им сладкие подарки. Заместитель губернатора Александр Коробко навестил и юных пациентов в Брянской областной детской больнице. Он пожелал всем скорейшего выздоровления и вручил сладкие подарки. Заместитель губернатора поблагодарил главного врача Виктора Алексо и весь медперсонал за то, что в больнице для юных пациентов создана по-настоящему праздничная атмосфера. Более сотни брянцев начали 2017 год с забега обещаний. Ровно в полдень 1 января на Кургане Бессмертия состоялась массовая пробежка. Такая акция прошла в 38 городах мира. Три, два, пять, пять! Профессиональные спортсмены – те, кто решил провести этот год под знаком здорового образа жизни. Забег обещаний объединил более 100 брянцев. Все они пробежали дистанцию в 2017 метров. У каждого участника на груди табличка с обещаниями на предстоящий год. Кто-то обещал выучить английский, а кто-то осилить марафон и даже тяжелейшую дистанцию – айронмен. Кстати, первоянварскую пробежку уже можно назвать традицией. Акция впервые состоялась в прошлом году. Тогда участникам предстояло пробежать на один метр меньше – 2016. Вообще брянцы подошли с большим энтузиазмом ко встрече нового года. И вот только несколько любопытных задумок, воплощенных в жизнь. Автомобилисты в честь праздника устроили флешмоб. Несколько десятков легковых машин выстроились в гигантскую елку. 55 автомобилей составили само дерево, еще около двух десятков сложили число 2017. Для эффекта гирлянды водители включили фары и аварийные сигналы. Подобный новогодний флешмоб прошел и в других городах России. Круглый сквер превратили в сказочную поляну снеговиков. Горожане фотографируются возле забавных фигур. Их создали ребята из школ советского района Брянска. Снеговиков здесь несколько десятков. Есть и смешной гаишник с совсем не игрушечной фуражкой. И невеста, которая получилась почему-то грустной. И много других снеговиков, которые создают горожанам по-настоящему новогоднее настроение. В торговом центре мельницы придумали необычную программу. Главным героем стал символ года – огненный петух. К нему можно было подойти и загадать желание. Как потом говорили посетители, дети просили у петуха игрушки и гаджеты, а взрослые – мира во всем мире и здоровья. Клюнул ли кого-то этот петух, устал ли исполнять желание – это нам неизвестно. С Новым годом, друзья! Время от звезды и до воды. Так в старину говорили про святки. Обильные и беззаботные дни от Рождества до Крещения продолжаются и в Брянской области. Период святок длится ровно 12 дней. С момента, когда на небе зажглась Вифлеемская звезда, и до Крещения, когда окунались в прорубь. Святые вечера шли в первую неделю. Уличные артисты, или их еще называют «христославами», в небольшом кукольном театре «Вертепе» показывали библейские сюжеты. Вторая неделя святок – страшные вечера. По легенде, Бог в это время открывает двери загробного мира. Черти этим пользуются и тут же разбегаются кто куда. Для защиты люди наряжались в духов предков. Чем страшнее получалось, тем лучше. Ряженые чернили себя сажей, изображали животных, прятали лица захарями, то есть масками. Исследователи народных традиций считают, что все игровые перевоплощения восходят к древним мифологическим представлениям. До сих пор сохранена традиция задабривать духов сладостями. Отсюда и пошел обычай подавать к лиде угощения, иначе рассердится и беду накличет. Пришла к лиде! Отворяй, борота! Все любею, посеваю, с Новым годом поздравляю! После крещения вся нечисть пряталась обратно в норы, и начинались светлые дни. Пряженные персонажи были активными участниками народных гуляний, которые продолжались до самого крещенского сочельника. И, конечно же, не обходилось без гаданий. Для этого, как обычно, девушки собирались уже после праздничных гуляний у кого-то одного и начинали гадать насуженного. Святки завершаются крещением. В праздник проходили крестные ходы к иордане, заранее вырубленные проруби в форме креста, круга или квадрата. Здесь батюшка совершал особый молитвенный чин. Затем желающие набирают крещенскую воду, ей умываются, окропляют дом, двор, домашних животных. Некоторые рискуют окунуться в ледяную прорубь. Считалось, что это должны были сделать в первую очередь те, кто участвовал в ряжении, чтобы очиститься и смыть грехи. Но священники учили прихожан, душу спасать надо не в проруби, а в лоне церкви, соблюдая заповеди и совершая добрые дела. Татьяна Жукова, События, Брянск. Контрабанду сигарет предотвратили брянские таможенники. В пункте пропуска Новая Юрковича был задержан гражданин Литвы. В его автомобиле было обнаружено порядка 3,5 тысяч пачек сигарет. Контрабандный товар был спрятан под бардачком, обшивкой авто и в целом занял технические полости машины. Блоки с сигаретами удалось обнаружить с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. Реакцией водителя стало удивлением, а таможенников – административное дело в отношении гражданина Литвы. Брянский гонщик стал самым быстрым на представительном турнире по ралли-рейду в Калуге. Соревновались в скорости и мастерстве на автодроме Орешково. Под Калугой более 30 пилотов со всей страны. Брянский гонщик Владислав Покровский одержал победу сразу в двух классах. Примечательно, что в отличие от соперников выступал Влад на обычном автомобиле в стандартной комплектации. Загляните под капот, настаивает Влад при встрече. Это обычный Солярис. В Калуге тоже не все поверили, что я так гоняю на стандартной машине. Машина в нашем виде спорта вообще не самая главная. Траектории, как на Формуле-1 надо иметь. Все повороты проходят на грани сцепления. Чувствуйте эту грань всегда, как и на дороге. Люди ездят, и гранисли не чувствуют, их там срывают, заносят, они врезаются. Как бы эту грань, надо знать, идеально. Ралли-рейт – одна из самых зрелищных дисциплин автоспорта. Причем зимняя его разновидность выглядит особенно эффектно. Становятся две машины. Одна идет по малому кругу, другая по большому. У каждой машины по два круга. То есть они меняются между собой. Получается полноценный спаринг двух машин. То есть это более интересно, чем там, когда едет машина одна по трассе. Но в силу зимы, то, что они могут встретиться там на финише, решено было опускать по одной машине на время. В Калугу, признается, Влад отправился просто ради интереса. Но когда уже в пробном заезде привез сопернику почти минуту, решил заявиться в класс боевых машин. Соперники с разных городов были. Серьезные тем, что они увлечены этим более профессионально, чем обычные люди. Потому что у нас в Брянске я участвовал, как бы были все обычные. На обычных машинах и не такие любители, как там. Там были машины, которые доработаны, они были с каркасом. То есть там некоторые со штурманами. То есть они не просто любители уже, как бы. Новичком в автоспорте Владислава не назовешь. Увлекательный мир гонок он для себя открыл еще в пять лет. Благодаря своему отцу, известному брянскому автогонщику Андрею Покровскому. Первое соревнование я начал выступать в 9 лет. То есть отец прижал на своей машине круг. Ну, зачет. Я приходил, подкладывал подушки и за ним тоже начинал ехать. То есть он стоял, я ездил. И всегда были места занятия, призывы тоже. Ну, с 9 начал уже. Пока прав не было, было сложно выступать, потому что некоторые не пускали вообще на соревнованиях. Сейчас молодой пилот готовится к самому главному событию зимнего сезона для всех брянских поклонников автогонок. 28 января состоится очередной фестиваль «Карачевский занос-2016». Дмитрий Кузнецов, Максим Кузнецов. События. Брянск. Новости телеканала «Брянская губерния» также доступны на нашем сайте в интернете. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. А я с вами прощаюсь и желаю всего самого доброго. До встречи. Совершенная красота – это не только дар природы, но и работа профессионалов. Специалисты салонов красоты «Бигуди» знают, как всегда, выглядеть красиво. Весь комплекс парикмахерских услуг, ногтевой сервис, наращивание волос и ресниц, визаж, грим. Ваша красота – наша работа.